Студентка второго курса политеха Полина Вострикова говорит, ждет не дождется, когда можно будет снова учиться очно. Предыдущий семестр прошел в смешанном формате. Лекции удаленные, только для практик и лабораторных надо было приезжать в ВУЗ. Теперь можно будет чаще встречаться с сокурсниками, да и учеба идет лучше, когда лично общаешься с преподавателями. Говорит, в заочном обучении были и минусы, и плюсы. В дистанционном формате, пока ты дождешься, по компьютеру, что тебе объяснят, не объяснят, плюс часто пропадала сеть, из-за этого было очень неудобно. Но я думаю, что если все-таки придется уйти снова в дистанционный формат, то мы будем к этому готовы гораздо больше, чем год назад. Профессор Сергей Леонов из тех, про кого говорят 65+, то, что ковид-угроза реальная, знает не понаслышке, сам переболел. Но уверен, возвращаться в офлайн необходимо. По его наблюдениям, успеваемость студентов, особенно первых курсов, сильно просела за время дистанта. Особенно в первые месяцы, когда использовали простейшие методы обучения, типа электронной почты. Яркий пример – общение с не самым усердным студентом. Он прислал мне записку один день. Я прочитал эту записку, ему спрашиваю, а зачем она мне? Он отвечает мне на следующий день. Там есть размерный анализ. Я еще раз просмотрел записку, отвечаю, там нет размерного анализа. Он мне отвечает, и что мне теперь делать? Я ему отвечаю – размерный анализ. Шесть дней. А при очном обучении на это ушло бы минут шесть. Хотя с тех пор педагоги смогли отработать и более совершенные методы, типа онлайн-конференции, Сергей Леонов надеется, что возврата на полный дистант уже не будет. Ректор АЛТГТУ Андрей Марков говорит, хотя опасность пандемии все еще существует, приказ министерства – это святое. И сейчас ждет от Краевого Роспотребнадзора четких указаний, как обеспечить безопасность учебного процесса. Все, что требуется от ВУЗа, уже предприняли. Будет использован так называемый смешанный режим. Все практические занятия будут вестись в очном режиме, как и в прошлом семестре. Что касается лекционных занятий, то те занятия, которые ведутся в больших потоках, конечно, мы будем эти потоки разделять, чтобы не допустить более 50 человек в одной аудитории. Он уверяет – аудитории для этого хватит. Преподаватели старшего возраста при этом могут также работать удаленно, хотя по опыту они сами рвутся в бой. В целом, наименьшие потрясения от прыжков – очное обучение, удаленка, обратно – получили ВУЗы, которые сильно заранее отработали технологии удаленного обучения. Не только лекции, но и практикумов. Можно организовать занятия таким образом, что часть аудитории находится здесь очно, часть – дистанционно. У нас компьютеры, пожалуйста, все. То есть это формат чата, общения, никаких проблем нет. То есть наша платформа позволяет вести и вот такой смешанный формат занятий. При этом ряд проблем остается. Например, студенты продолжают болеть ковидом. Проректор по учебной работе ПЕД-университета Аркадий Контьев говорит, в ПЕДе сейчас на карантине несколько групп, а значит останутся на дистанте. Но главное – головная боль – это иностранные студенты. Из таких стран, как Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан довольно сложно и легально приехать и перевести деньги за обучение. Но главное – без очного обучения во многом теряется сам смысл их образования. Они могут окунуться в ту среду, ради которой они поступали. Ведь они же поступали, чтобы окунуться в культуру, в нашу традицию образовательную. Поэтому мы все-таки надеемся, что готовы ко всему. Их приучаем, что ждите. В то же время сами ВУЗы тоже во многом ждут, как будет развиваться ситуация с пандемией. Ведь совсем скоро будет ровно год, как на Россию обрушилась первая волна пандемии. А вдруг повторится. Возможно, поэтому большая часть федерального приказа о возврате научного обучения посвящена мерам безопасности. А ВУЗам рекомендовали не расслабляться и при первой опасности быть готовыми снова вернуться на удаленку. Илья Кочетков, Николай Шелкодень с толком.